начиная от того, когда человек узнает информацию, уже происходит определенного уровня завершения сделки. То есть договоренность происходит уже даже при первом контакте, когда мы с человеком только спрашиваем ему, тебе интересно, чтобы твой смартфон приносил тебе деньги. И даже после того, чтобы человек, даже чтобы сделать так, чтобы человек установил себе приложение на смартфон, уже происходит своеобразное завершение сделки. Соответственно, на каждом из предыдущих обучений я так или иначе тему завершения сделки затрагивала. А сегодня мы с вами поговорим уже более целенаправленно о том моменте завершения именно сделки, и о том, какие важные, вот прям есть крутая формула, которую если вы прошьете в каждое свое общение, начиная от первого общения, дальше на консультациях, на проведение онлайн-трансляций, на послетрансляций, на следующем введении, ну как это сказать, ну да, нет, доведение, а введение потенциального партнера к завершению сделки, к принятию какого-то решения. Если вы эту формулу примените, то, соответственно, вы будете видеть, как вы будете попадать вот в точку. Поэтому я сейчас включу слайды, вы, пожалуйста, как всегда, давайте мне обратную связь, я вам буду очень благодарна, потому что моя задача, чтобы вы сегодня, особенно те, кто присутствует онлайн, получили максимум для себя полезной информации и, соответственно, уже применили ее сегодня, завтра, в ближайшие две недели заработали в два-три раза больше денег благодаря нашим промоушенам и, соответственно, могли уже обучить своих людей также качественно развивать бизнес без какого-то лишнего ажиотажа, без того, что быстрее-быстрее побежали, а то все вкусное разберут, просто показывая людям то, что им действительно нужно, люди тогда не на просто эмоциях принимают решения, а они видят, как именно их проблемы можно решить с помощью нашего приложения. Не потому что все побежали, я побежал, а потому что человек увидел, что он свои вопросы, свои проблемы может решить именно с помощью вашего приложения. То, что вы сегодня узнаете на этом мероприятии, то, что вы запишите и примените уже сегодня либо завтра, вот это вам даст результат. Если вы параллельно будете отвечать на звонки, на смс-ки, готовить что-то на кухне, еще что-то делать, то пользы, бывает либо 100% польза, либо нулевая. Поэтому, кто хочет максимальную пользу, отвлекаемся от всего остального и включаемся. Поехали. Тема завершения сделки. Смотрите, мы с вами уже проходили то, что есть определенные этапы на пути к завершению сделки. Первое. Это наш первый контакт, либо, простыми словами, это приглашение. Приглашение может быть через звонок, через то, что мы увидели своего знакомого, либо мы ему написали смс-ку, либо человек вас увидел в интернете через вашу информацию. Это тоже относится к приглашению. Это не значит, что нужно прямо кому-то в двери постучаться и пригласить. Приглашение – это вот эта вот наживка, которую человек увидел, она ему срезонировала, и он понял, я хочу узнать подробнее. Вот это вот первый этап. Это приглашение. После того, когда человек увидел вот это ваше приглашение, либо услышал, ему необходимо передать более расширенную информацию. Возможен вариант, когда вы приглашаете человека на сразу консультацию. Но таким образом вот этот вариант подходит, когда у вас не так много людей, которые хотят попасть к вам на консультацию. И ты прям берешь человека, приводишь его на встречу и начинаешь ему проводить персональную консультацию, прям с презентацию, с самого начала, чем занимается компания, какие тут есть возможности. Сколько он может зарабатывать, либо вы встречаетесь с ним в кафе, ну и так дальше. В чем плюсы того, что после приглашения с человеком проводится индивидуальная такая консультация? Плюсы в том, что действительно идет индивидуальная работа. Действительно, вы работаете сразу с человеком под его запрос и расширено. Минус, можно сказать, в том, что вы можете обработать меньшее количество людей за единицу времени. Когда у вас появляется большой поток людей, то удобнее и вам, и вашему вышестоящему консультанту проводить встречи уже после того, когда человек владеет базовой информацией. То есть он либо посмотрел онлайн-трансляцию, либо он посмотрел информацию в записи. Это может быть какое-то 10-минутное видео, это может быть запись, которую вам предоставил ваш вышестоящий консультант. То есть я работаю сейчас, так как у меня очень ограниченное время, я сейчас работаю уже через то, что человек захотел узнать подробнее. И после этого он изучает видео. Видео где-то около получасовое, в котором он получает базовую информацию. После того, когда он посмотрел базовую информацию, он приходит на консультацию. Консультацию можно проводить один, вы с человеком один на один, либо два на один. Максимальный эффект по всем статистикам проходит, когда вы проводите такую консультацию, особенно в начале. Мы сегодня, да, у нас первые шаги партнеров в бизнесе. Давайте мы тогда все-таки один-один отложим. И я очень рекомендую выбирать вариант 2.1. То есть предварительно вам нужно договориться со своим вышестоящим консультантом о том, что он вам поможет провести хотя бы 5-10 первых встреч. Задача вас, вы приглашаете туда своего новичка. Ваш новичок получает профессиональную, квалифицированную поддержку, так сказать. Ему предоставляется более расширенная информация, происходит работа под его запрос, под его вопросы после того, когда он базовую информацию посмотрел. А ваша задача понимать, что вам нужно как можно быстрее обучиться у вашего вышестоящего консультанта. Потому что вы у него не один, у него много будет таких запросов, как вы. Он не всегда сможет помочь вам в проведении встреч. И вам нужно обучиться как можно быстрее стать самостоятельным. Самый крутой рост всегда у меня происходил, когда я уверенно ехала еще на офлайн-встречи. И мне мой вышестоящий спонсор, когда я уже еду на встречу на офлайн, он мне звонит и говорит, Ольчик, я сегодня не смогу приехать на встречу. И у тебя в первую очередь такое происходит шок. Ты как же ехал просто посмотреть, послушать. Но мне приходилось самой все-таки проводить эту встречу. И с того момента бизнес начинал строиться по-новому. То есть ты уже чувствуешь себя самостоятельным игроком. Вот ваша задача на таких консультациях стать как можно быстрее самостоятельным. Но не с первой встречи, а хотя бы попросить и помочь вам в проведении 5-10 встреч. Но и не думать, что это будет так всегда. Чем быстрее станете самостоятельным, тем лучше. То есть пригласили человека, он посмотрел видео. После этого он приходит на консультацию 2-1. Через встреч 10 вы самостоятельно их начинаете проводить 1-1. И после этого мы приглашаем человека на онлайн-трансляцию, на которой он в прямом эфире смотрит более расширенную информацию. Информацию со слайдами. Информацию, актуальную уже на сегодняшний момент. Туда добавляются, возможно, какие-то промоушены, какие-то спецусловия. Где-то поставлены более акценты именно на текущую ситуацию. И после этого человек переходит на этап завершения сделки. И сегодня я там дальше в слайдах покажу, как правильно поступить до трансляции, что правильно сказать, что делать после трансляции. И после этого уже идет сам момент принятия решения, когда вы человеку говорите, когда готов начинать. Вот такие, то есть это уже идет непосредственно сам процесс завершения сделки. Идем дальше. Теперь вот эта волшебная универсальная формула, которая помогает проходить вот эти этапы завершения сделки на каждом этапе. На когда вы приглашаете, когда вы записываете одноминутное видео, когда вы записываете расширенное видео, когда вы проводите консультацию, когда вы проводите трансляцию, когда вы общаетесь с человеком после мероприятия. Вот это универсальная формула, которая звучит в ЭПРД. Можете так побыстрее ее запомнить. Внимание, проблема, решение, действие. Вот когда вы, например, не просто звоните человеку и делаете приглашение, хотя мы сейчас это тоже можем с вами разобрать. Когда вы записываете, давайте, давайте, да, вот сначала такой вариант разберем, что вы человеку звоните. Или вы, давайте, да, звоните. Вот вы звоните человеку, и ваша первая задача, чтобы отвлечь человека от того, чем он занимается. То есть сделать так, чтобы человек отвлекся от того, чем он до этого момента занимается. Особенно если мы звоним своим друзьям, то бывает, ну, как мы сегодняшнюю встречу начали, да, я вам сказала, если вы будете сейчас в это время жарить картошку, что польза от этого мероприятия будет ноль. Я надеюсь, что тот человек, который в этот момент планировал дожаривать картошку, и от этого его семья уж сильно не пострадала, он все-таки отложил жарение картошку и включился сюда. Потому что если делать это параллельно, то ноль пользы от сегодняшнего мероприятия. То есть, а также, когда вы звоните человеку, вам тоже нужно сделать так, чтобы он 100% слышал именно вас, а не в это время подтирал, одевал там подгузники своему ребенку или еще что-то, либо переназначьте этот созвон, либо сделайте очень такое, ну, передайте важность того, что вы сейчас звоните ему действительно по очень важному делу. И после этого мы говорим о проблеме, о проблеме именно того человека, которому предлагаете, которому вы говорите. Вы привлекли его внимание, внимание тоном, внимание может быть высотой голоса, может быть, как еще по телефону можно привлечь внимание, можно каким-нибудь какой-то яркой фразой. И после этого вы говорите проблему, проблема, которая актуальна именно для этого человека. Например, помнишь, ты мне говорил, что вот ты мне недавно говорил, что хотел бы иметь больше времени для того, чтобы проводить время со своим ребенком. Или еще что-то, что тебе там не хватает денег. Или еще что-то. То есть, именно та проблема, которая актуальна для того человека, к которому вы говорите. После этого вы ему за буквально одну фразу говорите о решении, что я нашел решение, ты можешь получать деньги при помощи, хотел бы ты, чтобы твой смартфон приносил тебе деньги, даже когда ты там тем-то и тем-то занимаешься. И он тебе отвечает, да, хотел бы, а что для этого нужно, например. А что там за тема, он как-то спрашивает. Вы ему говорите конкретно действия, которые ему нужно сделать для того, чтобы узнать информацию подробнее. Это вот на первом контакте. Точно так же, если вы записываете, например, видео для социальной сети, для любой социальной сети, для сторис на 15 секунд, для ютуба, даже на 10, 15, на 30, любое видео, которое, все, что вы делаете, оно должно вкладываться вот в эту формулу. Внимание, проблема человека, решение. И что ему конкретно нужно сделать для того, чтобы перейти на следующий этап. Я иногда наблюдаю, часто наблюдаю в интернете видео людей, которые касаются, либо там просто размусоливается проблема, либо там говорится что-то вообще непонятное для человека, и это понятно только для того, кто записывается. Но если вы посмотрите со стороны человека, который смотрит ваше видео, вы увидите, что внимание его вначале не зацепилось. А если мы говорим о коротких видео для сторис, для ТикТок, для того же Инстаграм, но короткое видео, то у человека буквально есть 1-2 секунды для того, чтобы внимание зацепилось. Может быть, какой-то эмоцией вашей, какой-то яркой вспышкой. Он листает ленту, и чтобы он зацепился на вас, его внимание нужно привлечь, а не говорить, что наш токен сейчас подорожал уже на 600%. Ну какой токен? Он вообще ничего не знает. Про его проблему вообще ничего не сказали. Поэтому внимание ярко, свое какое-то радость, удивление, еще что-то каким-то образом, если через видео привлекается внимание. После этого озвучивается проблема. Если вы работаете через социальные сети, значит, вы показываете, вы уже понимаете, кто ваша целевая аудитория, и ваша целевая аудитория – это люди, которые хотят жить лучше, которые хотят иметь больше финансовый поток. Еще круче работает, когда вы показываете не просто деньги, а то, что обычно людям, в чем они хотят, на что они деньги хотят потратить. Вот именно картинками. Ты устал от того, от постоянного убеждения, что ты не можешь себе позволить то-то и то-то. И вот эта вот картинка – это прям в боль вы попадаете, вы попадаете в проблему. И после этого дается человеку решение. Для того, чтобы ты смог себе это позволить, твой смартфон тебе может в этом помочь. Ты можешь начать получать доход при помощи своего смартфона прямо сегодня. Человеку просто это предложение, от которого невозможно отказаться. Что конкретно нужно сделать? Прямо сейчас переходи по ссылке под этим видео, и ты получишь то-то и то-то. Нажми конкретно на такую-то кнопку. Вот эти… Или обращайся по контактам, которые есть под этим видео. Обращайся ко мне прямо сейчас. Конкретное действие, которое должен сделать человек после того, когда вы ему сказали на любом из вот этих этапов. Первое на приглашении, на коротком видео, на консультации, на трансляции. Ну, естественно, после трансляции, когда вы с ним связываетесь. Желаю поскорее потренироваться. Вот завтра как можно больше запишите видео, кому-нибудь позвоните, напишите, проработайте свою одноминутную презентацию еще раз, чтобы в ней были вот эти вот все моменты. Когда записываете видео, вот это вот прям вам скрипт, грубо говоря, шаблон, да? Вы туда просто подставляете нужные слова. Теперь, когда мы, значит, человека пригласили, он посмотрел короткое, короткое либо видео в записи, он посмотрел консультацию, сходил на консультацию, и после этого, ну, большее количество людей, ему, им нужно еще время для того, чтобы пойти на, приобрести себе одну из подписок, и, следовательно, им нужно больше времени. Но мы с вами уже говорили о том, что если человека оставит самого без какой-то информации, да, то информация имеет свойство теряться. И, соответственно, следующий этап, даже если человек на консультации и сказал, да, мне все нравится, я буду подписывать, приобретать себе подписку, все равно, даже если он это сказал, и сказал, что я это буду делать через неделю, через две, там, или завтра, но по какой-то причине он этого не сделал, вам нужно ему напомнить о мероприятии, его нужно пригласить на это мероприятие. Иначе он будет остывать и закопаться опять в своих проблемах. Мы приглашаем его на мероприятие. Опять же, по формуле внимания, проблема решения действия, это, скорее всего, либо сделает ваш консультант на такой встрече, два-один, либо вы, если уже будете работать самостоятельно, значит, сделаете самостоятельно. Вот эти два важные моменты, которые нужно сделать до мероприятия. Продать дорого спикера. Вот представьте, что выступает человек, вообще не относительно нашего бизнеса, в ваш город приезжает какой-то успешный человек, который заработал миллионы долларов, который готов прям со сцены рассказать, как он это делает. Он готов взять одного-двух человек на личное сопровождение. и вам звонит ваш друг и говорит, слушай, там будет какое-то мероприятие, будет проводить какой-то человек, хочешь пойти? Ну, и, естественно, вам не продали важность, вы не поняли там свои выгоды, и вы даже не узнали о том, об успехах этого человека, о том, какие ваши выгоды, что вы можете из этого получить, и такое будет ваше отношение к этому человеку. Или даже если вы придете на это мероприятие, то обычно, ну, обычно, все обычные люди, миллионеры, обычные люди, люди, которые создают крупные компании, обычные люди. Все люди – это обычные люди, просто они знают, что делать, как это делать, в каком объеме делать, и у них есть какие-то результаты. Соответственно, если ваш человек приходит на встречу, на онлайн-трансляцию, и он, вы ему не рассказали, кто будет проводить это мероприятие, вы уменьшили вот эту вот важность, с которой он будет информацию воспринимать. Если вы расскажете о результатах спикера, о его достижениях в бизнесе, может быть, еще какие-то, ну, я люблю говорить о том, о той пользе, которую получит человек, о том, так как мы предлагаем человеку прийти, узнать, сколько денег, там, допустим, как человек может решить свои проблемы, соответственно, я показываю человеку именно то, что спикер имеет опыт в зарабатывании денег, у него столько лет в опыт, там, в инвестировании, в бизнесе, он умеет не только сам зарабатывать, он умеет и других обучать, у него такие-то результаты уже в обучении других людей, и тогда ваш приглашенный, он будет слушать этого человека, с открытым ртом, а не просто как дядя Вася, который, он просто не знает у каждого человека свой образ, и он просто по-своему будет воспринимать спикера, поэтому не упускайте вот этот важный факт, ну, как говорится, продать дорого, объяснить человеку, кто будет проводить это мероприятие, и если есть такая возможность, если, возможно, вот такую трансляцию, на которую вы приглашаете, это ваш, ваш стоящий консультант, сделайте так, чтобы вы на полминутки, на минутку познакомили со спикером, вот вы просто зайдете, скажете, чтобы люди друг с другом познакомились, это там Александр, он будет сегодня проводить нашу встречу, слушая его внимательно, Александр говорит, привет, Василий, сегодня у нас будет проходить такое-то мероприятие, о такой-то, на такую-то тему, если нужна будет какая-то дополнительная помощь, консультация, после мероприятия я смогу тебе там в этом поддержать, отвечу на твои вопросы, все, ваш человек, он, ему уже дорого рассказали об этом спикере, спикер, вы его еще познакомили перед этим, он пошел, послушал эту информацию, и после этого, представляете, человека познакомили еще до встречи с миллионером, то есть вот в таком формате, если вы сможете работать, это не обязательно, но если возможность, у вас такая есть, то эту возможность лучше использовать, и второй важный момент, это договориться об обратной связи, кстати, если у вас в городе проходят оффлайн мероприятия, то там вот это вообще элементарно делается, вы в любом случае имеете возможность познакомиться с спикером, вы перед этим, перед выступлением подводите тоже буквально, это не какая-то презентация происходит до трансляции, до выступления, а именно такие полминутки знакомства на оффлайн, это делать прям обязательно, договориться об обратной связи, вот это вам упростит, если вы сделаете такую договоренность до трансляции, вам проще будет взять обратную связь после мероприятия, у вас не будет такого, ну блин, сейчас звоните, или потом сейчас написать, или может вообще не написать, или может он сам мне должен написать, а что я буду навязываться, многие люди не берут обратную связь, потому что в голове вот эти вот мысли крутятся, а если вы договоритесь с человеком перед тем, как он пошел на трансляцию, что после трансляции, вот ты сейчас пойдешь, услышишь там информацию, после этого мы с тобой спишемся, или мы с тобой созвонимся, и я смогу ответить на твои оставшиеся вопросы, договорились, или там хорошо, хорошо, договорились, все, трансляция закончилась, вы со спокойной душой связываете с человеком, пишите ему, что вы ему пишете, вы ему задаете простые вопросы, я им пишу, у вас получилось сегодня подключиться к трансляции, потому что бывает, я с человеком договариваюсь, там вчера, бывает сегодня утром на вечернюю трансляцию, или как-то, если это уместно, то первый вопрос, на который человеку очень легко ответить, ему ничего не надо, ну ничего сложного, был на трансляции или не был, все, он говорит, там отвечает, да, был, или, ой, извините, у меня там был полный дом гостей, поэтому я не мог подключиться к трансляции, это бывает по воскресеньям, или, в общем, он вам отвечает, был или не был, поделитесь честно, что вам понравилось, что понятно, и что хотелось бы узнать подробнее, и вы когда говорите, поделитесь честно, или поделитесь искренне, что полезного вы для себя узнали, что вам понятно и что непонятно, и человек точно так же, если он вам уже на первый вопрос ответил, он уже сможет, соответственно, вам рассказать, и что ему понравилось, что он готов подключиться, или еще что-то, что хотелось, как только он вам скажет, что ему хотелось бы узнать подробнее, вы знаете, что делать, что его нужно, тут же пригласить на онлайн-встречу с вами, на которой вы поможете ему разобраться в тех вопросах, которые у него возникли, или если вы сейчас совсем новичок, то, конечно же, вы приглашаете, предлагаете ему получить поддержку, получить консультацию от вашего вышестоящего консультанта, который, и прям ему так и говорите, для того, чтобы ты разобрался в этих вопросах, я тебе предлагаю назначить персональную консультацию, и дорого продаете ему вашего наставника, чтобы человек, еще говорите, что я договорюсь, это правда, это не преувеличение, чтобы люди не думали, что для них тут в любое время вы готовы выйти и провести им консультацию, что ваш вышестоящий консультант прям ждет, спит и видит, чтобы проводить консультации, людей много на самом деле, и люди должны понимать, что, во-первых, это будет ваше время затрачено, будет время вашего консультанта затрачено, вы действительно ради него договоритесь с вашим вышестоящим консультантом, чтобы он получил квалифицированную поддержку, квалифицированную помощь, если он хочет разобраться, он придет, если он не хочет разобраться, его не надо переубеждать, мне там, ну, не буду, да, то есть главное сделать так, чтобы у вас был большой поток людей, тогда вы не будете каждого вот хватать и пытаться вытянуть на встречу, не надо его вытягивать, видите, что мое любимое сравнение, что конь хочет пить, он действительно хочет разобраться, иногда требуется 2-3 контакта для того, чтобы понять, конь хочет пить или не хочет, то есть можно несколько раз ему предложить прийти на трансляцию, посмотреть, был или не был, и потом просто смотрите, ну, человек не собирается, ничего в своей жизни менять, он так и будет ходить на работу, ему, он привык занимать позицию жертвы, и как бы вы его не тянули, вы ничего с этим не сделаете, даже если у вас получится его зарегистрировать, если он приобретет себе подписку, он опять же в бизнесе, вам придется, знаете, есть ежики, и они не летают, они летают, когда ты их запуливаешь, и вот он летит только тогда, когда, ну, в общем, ежики не летают, если он не прилетает на мероприятие до того, как купил подписку, то даже если он ее купит, он снова не полетит, поэтому выбирайте, с кем работать, и если видите, что конь не хочет пить, что ежик не летает, все, отпускайте этот зоопарк, ищите тех, которые действительно хотят, немножко отошли от темы, но все-таки первое время есть 48, максимум 72 часа для того, чтобы человеку подавать обновленную информацию, то есть после того, когда человек был на мероприятии, у вас есть 48 часов для того, чтобы с ним связаться, если вы с ним свяжетесь через неделю, он не вспомнит, грубо говоря, даже кто вы, и чего вы ему вдруг пишете, это я утрирую, ну, чтобы вы понимали, что у вас есть 48, максимум 72 часа для того, чтобы с человеком связаться, после того, когда он вам дал обратную связь, у вас опять же есть 48, 72 часа для того, чтобы его пригласить на следующее мероприятие, или для того, чтобы дать ему информацию о том, что у нас произошли крутые обновления, у нас увеличилась стоимость актива, у нас вышел крутой промоушен, 72 часа для того, чтобы держать человека в информационном поле. Так, здесь, я думаю, тоже все понятно, что нужно сделать после мероприятия, и еще усилители для того, чтобы люди хотели присоединиться к вам в команду, и для того, чтобы усилить вашу подачу информации на всех этапах на пути завершения сделки. 100% уверенности. На предыдущих мероприятиях мы об этом говорили, что для того, чтобы у вас внутри было 100% уверенности, есть золотые пять правил. Это пользоваться самому продуктом, это быть в системе мероприятий, это заниматься саморазвитием, это быть на связи со своим наставником. То есть, вот эти вот золотые пять правил, это пять правил, которые вам будут помогать удерживать вашу уверенность в вашем бизнесе, уверенность в себе на уровне 100%. Соответственно, вы это излучаете, и люди с большей вероятностью хотят прийти к вам на встречу, хотят выйти к вам на контакт, хотят попасть к вам в команду. Энергия, эмоции, энтузиазм это то, что отличает вас от тех людей, которые ничего в жизни, никогда у них ничего в жизни не поменяется. Даже если они начнут записывать какие-то видео, если они начнут создавать видимость, что они будут в жизни что-то достигать, люди хотят быть с теми людьми, которые излучают энергию. стань, как говорится, хочешь стать, как-то говорится, хочешь стать энтузиастом, начни действовать с энтузиазмом. Вот, поэтому в помощь вам эта фраза. Теперь смотрите, так как вот эта формула в ЭПРД, так еще есть дополнительные прошивочки, которые хорошо бы также вставить в свои общения, в свои видео, в свои, опять же, как короткие, так и длинные видео. Если вы сможете хотя бы одну, две, вот эти пункты, один-два пункта включить в свое общение, в свое видео, в свой текст, еще вот все возможные пути передачи информации, вы увидите большую конверсию людей. То есть они больше будут интересоваться, они больше будут выходить на связь, они больше будут регистрироваться, ну и так дальше. Первое. Почему именно к вам? Это вопросы, на которые у вас должен быть четкий, уверенный ответ. Чем вы на данный момент можете быть полезным человеку? Потому что если, ну, я знаю, что люди, которые думают, что, ну, я сейчас еще сам новичок, я еще ничего не знаю, и, наверное, я еще, ну, поэтому ко мне люди не регистрируются, как только вы перевернете вот это понимание внутри своей головы, что даже если вы только вчера зарегистрировались, у вас уже, вы уже знаете, как установить приложение, вы уже знаете, как посмотреть, где там доход, вы уже знаете, как зарегистрировать, а вам нужно уже, как только вы зарегистрировались и понимаете, что большие деньги есть именно в партнерской программе, вам нужно узнать, как зарегистрировать нового партнера. Вы уже знаете, как купить биткоин, как зарегистрировать криптокошелек. У вас, в общем, огромный багаж знаний, потому что вы это уже сделали. И именно поэтому человек может подключиться уже к вам. Плюс еще те ваши сильные стороны, о которых, я не знаю, вам нужно их прописать. И в те тексты, в те видео, которые вы говорите, не так, что вы прям продаете, я вот такой, такой, такой. Это люди не любят, когда ты рассказываешь, какой ты крутой, какой у тебя там супер-пупер опыт, и оно не клеится. Но если вы косвенно будете говорить о том, что у меня уже там столько-то опыта, я уже это умею, и такие у меня результаты, и сейчас я готов то-то и то-то там передать своим. Сейчас там отбираю пять человек себе в команду для того-то, чтобы передать свой опыт. Я заинтересован в том, чтобы пять человек к концу этого года вышли там на результат пять тысяч долларов. Даже помогу заработать первую тысячу долларов при помощи смартфона. И люди это будут видеть, если вы даже косвенно будете прописывать вот эти факты. Даже если они просто будут у вас внутри, они у вас будут проскакивать, и люди будут это чувствовать и слышать. Почему именно сейчас? Тоже пропишите себе три, ну, лучше пять пунктов, почему важно людям подключаться именно сейчас. Вот представьте, вы знаете, почему именно к вам, и почему именно сейчас. Какой сейчас есть один промоушен, какой есть сейчас второй промоушен, если нет никакого промоушена. Какая выгода в регистрации именно сейчас, именно в вашу команду. Какая выгода, возможно, вы сейчас отбираете ключевой состав, которому готовы уделить максимум времени. Возможно, вы планируете какое-то совместное путешествие. Возможно, что еще может быть? Актив сейчас, да, можно приобрести по самой выгодной цене. Сейчас самое время накапливать по самой выгодной цене. То есть вот эти вот пункты, они, как говорится, ночью разбуди, и вы их с легкостью должны сказать. Почему именно к вам, не осуждая других, не вот это вот там все кругом пирамидосы, а мы тут самые крутые. Это, нет, свои преимущества, свои лично преимущества. И почему именно сейчас. И накапливайте вот истории, истории людей, реальные истории людей. Говорите историями, рассказывайте истории. Чем больше истории будет вашей, опять я не помню, как это слово, у меня просто с педагогического колледжа у нас была такая тетрадка, поэтому у меня это слово очень, оно мне запомнилось именно на украинском языке. Скорбничка это у нас называлось. И мы в эту скорбничку сохраняли, в общем, сценарий проведения мероприятий. И вот вам нужно создать вот такую скорбничку в электронном виде. Или хотите в бумажном, вот как вам удобно, но записывать туда истории обычных людей, которые вы слышите. Вот была обычная девушка, какие-то она пришла результаты, то-то она делала. Вот, причем чем больше там будет деталей, тем чаще вы сможете использовать самые те истории, которые людям будет нужно. Это могут быть люди с того же города, с той же самой профессией, с таким же уровнем достатка, такого же возраста, реальной истории. И чем больше вы будете включать тоже в свои выступления реальных, в свои общения реальных историй, тем, соответственно, людям оно больше будет резонировать. Плюс вы там добавляете, почему именно сейчас, почему именно к вам, и еще и добавляете, что у нас есть система обучения, в которую человек попадает. Но это очень кратко, то есть ваше общение, ваша подача информации будет очень понятна человека, и он поймет, что он не останется один, что сейчас самое время стартовать, что есть такие же реальные люди, как и он, и что он сможет этому научиться. Не кто-то там такой с семипядями во лбу, у него там миллион образований, он там уже кучу лет находится в бизнесе, или изучал там криптовалюту, или еще что-то. И человек думает, о боже, я это вообще никогда не смогу. А когда вы ему по-простому рассказываете историю, как жила-была Тамара и работала она на кране, а теперь она крановщица Тамара, а теперь она взяла, установила приложение себе на смартфон, и за первые полтора месяца у нее там уже создается солидный капитал, и все, что нужно было сделать Тамаре, установить приложение себе на смартфон, каждый день это приложение генерирует ей доход, специальных знаний ей не нужно, но при этом у нас есть обучение, в котором ты можешь включиться и стать экспертом в этом направлении. Тебе это интересно, человек думает, боже, я тоже работаю на заводе, если у Тамары получилось, у меня тоже получится. Вот такие вот обычные истории, понимаете? Кто сейчас понял, как работать с историями, напишите, пожалуйста, плюсик. И это не значит, что все в одном один раз, просто следите за той информацией, которая от вас излучается, которую вы размещаете, чтобы это не была сухая реклама просто компании. Там полно рекламы в интернете, люди устали от рекламы, от каких-то процентов, от еще чего-то. Люди любят истории, люди хотят подключаться. О, Тамара, история обычных людей. Люди хотят видеть обычных людей. Все, у вас есть все для того, чтобы быть успешными в этом бизнесе. Вы знаете все. У всех людей есть деньги. Мы часто слышим о том, что у человека там маленькая пенсия, маленькая зарплата, еще что-то, денег нету. Но при этом, при этом у нас есть большой плюс в том, что каждый человек, установив даже бесплатную версию приложения, он может начать получать доход. И через время, когда человек даже на бесплатной версии получает доход, каким-то чудным образом у него эти деньги нарисовываются. Он понимает, что он теряет деньги, находясь на бесплатной версии. Но ему можно показать о том, что у него все-таки есть деньги. Даже если у него их нет, он знает, где их найти. Простым примером. Спрашивайте, во-первых, когда вы общаетесь с человеком, наверняка вы уже в самом начале узнали, что он хочет. Для кого-то это автомобиль, для кого-то это путешествие, для кого-то это отдых, для кого-то это новый дом. У каждого своя какая-то вот эта боль, которую он хочет решить. И вы ему говорите именно в ту боль. Потому что если вы говорите человеку, который машину не хочет, и вы ему говорите, вот представь, вот там стоит машина, у этого человека может не сразу включиться предпринимательское мышление. У кого-то, кто не хочет машину, ему тоже этот пример подойдет. В общем, смотрите, если вы человеку говорите, вот представь, показываете ему окно, говорите, вот представь, вот там вот под окном стоит Porsche, новенький вообще, вот только-только с салона. И представь, я не особо автолюбитель, ну допустим, этот Porsche стоит, я не знаю, сколько стоит Porsche. Кто-то знает, сколько стоит вот такая машина, которая на картинке. Напишите, пожалуйста, мы возьмем то, что вы напишете, вот допустим, за правду. Сколько она стоит, 100 тысяч? Или сколько она стоит? Ну в общем, допустим, вот представь, там под окном стоит новенький Porsche, его только выпустили с салона, и вот обычно эта машина стоит 100 тысяч долларов. Хочешь такую машину? Он говорит, хочу. Или говорит, ну не очень. Ну лучше попасть в ту точку, которую он действительно хочет. Или можно взять дом, допустим, да, вот дом, он хочет за 100 тысяч долларов или за 150 тысяч. И вот представь, вот этот дом, 3 миллиона рублей, мне с рублями еще сложнее, значит, вот обычно этот дом или вот эта машина стоит 100 тысяч долларов. И сегодня, вот максимум до завтрашнего вечера, если ты найдешь 3000 долларов, то эта машина либо этот дом будет твоим. Найдешь? И вот так вот смотрите на него и спрашиваете. Найдешь? Как вы думаете, что отвечают люди? Я раньше боялась проводить этот эксперимент. Я им рассказывала эту историю со стороны. Но представьте, что отвечают люди? Что бы вы сделали? Как бы вы ответили? Дом стоит 100 тысяч долларов. Если ты до следующей, до завтра, в это же время найдешь 3000 долларов, то этот дом твой. Как думаете, они отвечают найду или не найду? Или они начинают думать или что? У них автоматически выскакивает. Найду. Значит, человек знает, где найти деньги. Значит, он просто не понял, для чего ему нужно приобретать бизнес-лицензию, бизнес-патвиску. Вот, конечно, найду. Поэтому у кого, кто вот почувствует вот желание поиграть в такую игру, вы можете с этими людьми, с людьми, когда они говорят, что у меня маленькая пенсия, маленькая зарплата, у меня денег нет вообще, у меня трое детей, там я на инвалидности. В общем, попробовать поиграть вот эту игру и им сказать. Кто не захочет играть в эту игру, можете не играть, просто подключить человека на бесплатную версию, держать его в информационном поле. И часто, даже с бесплатной версии, люди со временем принимают решение, тот, кто находится в информационном поле. Тот, кто выпадает с информационного поля, тот, конечно, может даже перестать включать приложение. Даже когда у вас сейчас нет нового партнера, важно понимать, что делать в тот момент, когда этот партнер у вас появится. Я знаю, что многие люди, не зная, что делать, когда человек получится, таким образом отдаляют момент того, чтобы эта команда начала расти. Поэтому, пока у вас нет вашего даже первого партнера, вам нужно понимать, что вы будете делать, когда этот человек появится. Во-первых, когда человек у вас появляется, хорошо бы, чтобы у вас был тот чат, куда вы этого человека переводите. Из бесплатной, вот он до этого был бесплатником, сейчас он стал партнером. Вы его добавляете либо в чат к своему вышестоящему консультанту, так как вы работаете, либо вы заводите свой персональный чат первой линии. Я работаю со своим чатом первой линии, там, где именно те люди, которые работают со мной. Как вы работаете, вы работаете так, как работает ваш вышестоящий консультант. Чтобы человек прочувствовал, что он теперь стал партнером. После того, когда он подключился, его обязательно нужно поздравить. Потому что для человека вспомните себя. Вот это вот событие, когда вы начинаете что-то новое. И не всегда люди, которые ваша семья, ваши друзья, очень часто они вас в этом не поддерживают. И очень важно человеку получить поддержку, когда он принял вот это вот решение изменить свою жизнь. Часто обычные наши окружения нас в этом не поддерживают. Когда он включился к вам, он должен почувствовать, что он, как это сказать, что он попал туда, где у него единомышленники. То есть вы его поздравляете и хорошо, если вы заведете такую традицию внутри команды поздравлять людей, которые включаются в бизнес. Особенно если это небольшие чаты, не там, где по 700-800 человек, там по тысяче людей, там, где все партнеры. А если вот такие чаты, в которых небольшое количество людей, то там вот очень хорошо, хорошую роль играет, когда есть такая вот командная работа и включается новый партнер. И вы этого человека, вы поздравляете, ваши партнеры поздравляют. Он чувствует, у него еще больше вдохновения, что он сделал правильное, принял правильное решение. Дальше. Передаете ему пошаговую систему действий, по которой работаете вы, по которой работает ваш вышестоящий консультант. То есть все, что делаете вы, людям все равно, что вы будете им говорить, что им нужно делать. Они будут хотеть делать то, что делаете вы. Вот так вот, как вы его пригласили, так вот, как он от вас получил информацию, так же и он захочет действовать. Поэтому все, что вам нужно сделать, это вот эти вот пошаговые шаги, которые делаете вы, вы ему передаете. Вы ему показываете пять правил, которые ему нужно делать для достижения результата. Вы ему показываете этапы завершения сделки. Вы ему показываете, передаете систему онлайн мероприятий. Ну, естественно, добавляете в чаты, так как я это уже сказала до самого начала. Очень важно познакомить человека с вышестоящим хотя бы одним консультантом, чтобы если вас не было на связи, он знал, кому он может обратиться. И, опять же, включая в чаты, если у вас есть какие-то такие командные планерки, то, соответственно, вы таким образом знакомите человека с командной. Если таких планерок нету, то, в принципе, в пределах чата он уже не остается один. И важно задать человеку вопрос. Он хочет получать результаты, он хочет зарабатывать только от смартфона, получать пассивный доход или он хочет получать деньги и участвовать в партнерской программе. Вообще этот вопрос, конечно, лучше задать до добавления человека в какие-то чаты, чтобы было понятно, в какие чаты его добавлять. Если человек хочет получать доход только от своего смартфона, то, возможно, ему будет и не нужно подключаться в чаты, в которых идет работа с партнерской программой. Но обычно я предлагаю людям подключиться в партнерский чат. И даже если человек на пассив подключается, ему интересно туда попасть, чтобы он мог в любой момент получить обратную связь, задать какие-то вопросы. И если человек отвечает, что он хочет получать доход от партнерской программы, соответственно, ему с ним хорошо бы проработать совместно цели. Понять, сколько денег он хочет зарабатывать, для чего эти деньги ему нужны, когда он хочет эти деньги заработать. И показать статистику, чтобы не было таких, знаете, сверхожиданий. Я хочу сделать такой-то товарооборот, я хочу полететь в Кейптаун, делать 40 тысяч оборота. Сейчас я один ролик запишу, и в общем-то все просто, да? Вот, то человеку нужно показать статистику, что как минимум для того, чтобы 10 человек у тебя зарегистрировались, приобрели подписку, то как минимум 100 человек у тебя должны пройти, посетить онлайн-трансляцию, причем посмотреть ее полностью. И тогда разобрать с человеком вот пошагово, каких действий нужно сделать для того, чтобы люди пришли на онлайн-трансляцию. Сколько встреч нужно сделать, сколько, возможно, видео записать, сколько, если человеку ближе работать по рекламе, то, соответственно, где рекламировать и какой бюджет для этого нужен. Проработать цели и показать статистику, чтобы человек знал, сколько времени он готов уделять и какие конкретно действия ему делать. И важно договориться об обязательствах, чтобы не было. Я вообще стараюсь эти моменты проработать еще до оплаты. Как только я чувствую, что человек задает такие вопросы, типа, а какие там гарантии, вы мне можете гарантировать, что все будет хорошо и у меня все получится. Значит, мы показываем человеку, где тут, у кого, чей это бизнес он начинает, что он начинает свой бизнес, он берет ответственность на себя. И когда человек стал вашим партнером, снова расставляем все точки, так сказать, 90% его успеха зависит от его самого. Сколько времени он уделяет, сколько времени, какие действия он выполняет, как часто он посещает мероприятия, как часто он выходит с вами на связь, какие вопросы он задает или сидит и ничего не знает и ничего не делает для того, чтобы узнать. И всего 10% – это ваша помощь ему в том, где… То есть он задает вопрос, вы ему можете сориентировать, где посмотреть эту информацию, какие действия делаете вы, какие действия делают другие люди. Но 90% успеха зависит от самого человека. И 10% – это помощь команды и вас, как консультанта. На этом я вам желаю успешных сделок. Завершайте правильно сделки на каждом этапе, от того, как вы подаете информацию человеку, до того, как вы завершаете сделки. Важно для того, чтобы большее количество людей подключались к вам в бизнес, важно действовать много, правильно и постоянно. Много одноразово не работает. Неправильно постоянно тоже не работает. Поэтому будьте в системе, кто в системе, тот и в теме. Тот владеет своевременной информацией, тот своевременно эту информацию излучает и, соответственно, люди своевременно успевают этой информацией воспользоваться. Продолжение следует...